Всем привет! Последняя глава. Наша задача сейчас уже выполненная мной. Согласовать 50-омное сопротивление нагрузки. Будем рассчитывать на него на стандарт с выходным сопротивлением передатчика. Пренебрегая выходным сопротивлением TDA2822, будем считать, что это источник напряжения. В общем, если мы им пренебрежем, то у нас для расчета остаются значения сопротивления открытого ключа. Ключ у нас состоит из транзисторов 4 штук. Они включены параллельно-последовательно. Их сопротивление открытого канала составляет 5 Ом. Вот этим сопротивлением мы можем играть, поскольку за ним все равно будет стоять еще цепь резонансного согласования. То есть, нам нужно выжать максимум мощи. Что нам для этого нужно? Нам нужно для этого согласовать... Нам нужно для этого поставить вот здесь такое сопротивление, чтобы оно трансформировалось коэффициентом 1 к 4 тоже в 5 Ом. Тогда у нас будет два последовательных сопротивления одинаковых и будет максимум передачи мощности. Как узнать? Это довольно просто. 5 Ом на трансформаторе. Это... Ну, преобразуем 4 к 1. Делим 5 Ом на 4. Получается 1.25 Ом всего здесь. Рассчитываем LC цепь согласования. Вот она уже нарисована. Я ее уже посчитал и впаял. Цепь согласования на 50 Ом. И, в принципе, все работает. Но есть одна проблема. У нас между вот этими точками общий коэффициент трансформации 10 к 1. То есть, допустим, прилетает вот здесь у нас 10 мВ. Здесь понижается во сколько раз? В 40 раз. Потом здесь увеличивается в 4 раза. И здесь остается всего 1 мВ на... 1 мВ сигнала на УНЧ приемника. И вот эта проблема. Это довольно низкое значение. Мы могли бы понизить входное сопротивление УНЧС. Поставить, скажем так, пару каскадов с общей базой. Но тогда они будут шунтировать наш передатчик. А мы хотим... Я хочу обратимую цепь. Поэтому придется просто мириться с довольно низким коэффициентом усиления. Ну, зато можно шунтировать вход LM386 конденсаторами, чтобы она не хватала шумов. Итак, здесь это все уже сделано. Я уже впаял контур. У нас получился довольно дикий контур. Всего 5 витков на 8-мм болванке. И там конденсаторов аж на 2 целых... Ой, на 2830 пикофарад. Ну, экстремальное значение импеданса. Что вы таки хотите? Подаем педалово. Смотрим на осциллограф. У нас включен делитель, чтобы он сильно не шунтировал цепь выхода. И скажем что-нибудь в микрофон. Смотрим на вольтаж. Смотрим на вольтаж. Так, ну блин, да пылин к нему пендривайся. 700 милливольт умножаем на 10. Это 7 вольт амплитуды на нагрузке в 50 Ом. Было видно, что УНЧА уже входит в ограничение. Посмотрим, кстати, на ток питания. Даже 7,6. Ну, вы поняли. 7 на 7,49. Ну, 7,6 это за 50 на самом деле. Что у нас получается? У квадрат на R. 7 целых... Ну, возьмем просто 7. 7 в квадрат 49. Там еще запас. Получается, 50 на 50 это 1 ватт мощности на нагрузке. Это, в принципе, близко к теоретическому пределу... Ну, не к теоретическому пределу, к рекомендуемому пределу ТДА-28-22. То есть, она выдает 2 ватта низкочастотной мощи. 1 ватт теряется на ключе, и 1 ватт улетает в антенну. Вот такие дела. Ловить он ловит. Куда он денется, поперс. Кто-то даже чего-то болтает, как видите. Ну, все. Я его заклеиваю в корпус. Поеду тестить куда-нибудь. Партизанить в леса. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...